Обстановка ДНР остается напряженной. Противник продолжил огневое воздействие по районным населённым пунктам республики. За прошедшие сутки вооружённые силы Украины 761 раз обстреляли территорию республики. Из-за этого количества тяжёлая артиллерия применялась 17 раз. Миномёты различного калибра 282 раза, из которых 91 мина калибром 120 мм. БМП 47 раз. Зенитные установки гнатомёта и стрелковое оружие 415 раз. Хочу обратить внимание общественности на очередное преступление со стороны вооружённой силы Украины. Вчера, 25 февраля, в результате обстрела из 120-мм миномёта, получила минно-взрывную травму, средней тяжести и осколочное ранение головы жительницы посёлка Красный Партизан, Исиноватского района. Проживающая по адресу улица, 70-летие Октября, дом 1. Как видно, слова с делом украинских властей расходятся. Украинская сторона постоянно заявляет, что не ведёт обстрел населённых пунктов республики. На деле же мы имеем очередной факт обмана мировой общественности в соблюдении Украины, достигнутой договорённости. В результате решительного осуждения украинских силовиков, военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов в территории Донецкой фильтровальной станции. Тем не менее, противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных вооружённых сил Украины 15 марта 2015 года, письменных гарантий и принятых ранее в Минске договорённости. Мы готовы со своей стороны обеспечить безопасность ремонтных бригад для проведения восстановительных работ на ДФС. Но, к сожалению, украинская сторона отказывается поступать аналогичным образом, в результате чего всячески затягивает расконсервирование станции, что отвечает общей концепции гуманитарной блокады Донбасса со стороны украинских властей. Напоминаем, что от таких безответственных действий украинских силовиков и их руководство страдает до полутора миллионов, прошу прощения, до полутора миллионов, 500 тысяч жителей ДНР, в том числе на территории, находящейся на временно оккупированной вооружённой силе Украины территории, что абсолютно не беспокоит украинские власти, потому что им безразлична судьба простых мирных жителей. Не желая отводить свою технику, украинская страна продолжает нарушать минские договорённости, в связи с чем наша разведка выявляет новое вооружение противника вблизи линии соприкосновения войск. Так, в районе Селенпута Верхняя Торецкая, 4 километра от линии соприкосновения, зафиксировано 6 танков. Ранее выявлена нами техника Вооружённой силы Украины, также продолжает находиться вдоль линии соприкосновения. Данные факты переданы представителям миссии ОБСЕ, которые подтверждают грубые нарушения Вооружённой силы Украины, минских договорённостей. Кроме того, в районе Селенпута Очеретина, в зоне ответственности 72-й бригады Вооружённых сил Украины, в нашей разведке отмечено присутствие НАТОвских инструкторов, которые прибыли для обучения украинских военнослужащих, разведывательных подразделений в выполнении специальных задач. Также в районе Селенпута Авдеевка, в зоне ответственной подразделения 1-го батальона, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, по данным украинских военнослужащих, находятся иностранные наёмники, которые занимаются откровенным мародёрством домов, оставленных мирными жителями. По данным нашей разведки, сотрудниками СБУ, по взаимодействию с назначенными подразделениями Вооружённых сил Украины, поставлена задача дестабилизировать социально-политическую обстановку в районе Селенпута Новоазовска. Согласно полученном наши руки плана, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты, поставлена задача нанести огневые удары по объектам жизнеобеспечения Новоазовского района. Далее, завербованными СБУ гражданами спровоцировать недовольство населения с обвинением руководства ДНР в самообстрелах. В связи с чем, обращаемся к жителям Новоазовского района с призывом проявлять бдительность и предоставлять информацию о подразделительных действиях сомнительных лиц. Со своей стороны сделаем всё, чтобы диверсии в СБУ и провокации Вооружённых сил Украины не состоялось. Нашими подразделениями продолжены тренировки по противодействию ДРГ противника. В настоящее время занятие начинается на южном направлении, где военнослужащие Вооружённых сил ДНР отрабатывают во взаимодействии с представителями МГБ мероприятия по выявлению украинских диверсантов, в том числе в городских условиях.